Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Продолжение рубрики ответы на вопросы подписчиков Очередной интересный вопрос от подписчика канала Охота, рыбалка, отдых на Урале и не только Это все ник, вот такой вот длинный ник Здравствуйте, меня жрет машину Ну это я читаю как есть, поэтому как написали, не удивляйтесь Вы и так наверное поймете То есть человек как пишет, ну в общем не все ж Слишком грамотно пишет, а многие просто с мобильного телефона даже запятые забывают ставить Пятном на заднем колесе На задних колесах Когда машина нагружена, одна прыгает на ровной дороге Поменял в круг амортизаторы, поставил другие диски Поменял саленблоки, купил новую резину Все четыре колеса, делал сход-развал два раза В разных местах, менял рулевые наконечники, стойки и втулки стабилизатора в круг Ничего не помогло Когда купил машину, такой проблемы не было Все началось когда переобулся на лето Пока не менял только ступичные подшипники Может есть какие-нибудь мысли по этому поводу Друзья мои, ну конечно же есть мысли по этому поводу Друзья мои, из-за сложившейся тяжелой обстановки Которая происходит сейчас у нас Многие люди уехали то в Россию Кто допустим на территорию Украины Кто в ДНР, ЛНР И родственники остались допустим здесь Или там в общем разбросало людей в разные стороны И многие хотят своим близким или родственникам помочь финансово Но из-за того, что перекрыты денежные потоки, всевозможные переводы Сделать это не могут Если вы хотите помочь какому-то из своих родственников Допустим с России на Украину, с Украины в Россию С России в ЛДНР или с Украины в ЛДНР А также обратно То есть если вы хотите какую-то оказать финансовую помощь своим близким родственникам У меня есть уникальная возможность помочь вам с этим вопросом А также если друзья мои, кто-то хочет помочь людям в Мариуполе Которые действительно нуждаются сейчас Многие есть, остались без крова, без еды И ходят в общественные столовые для того, чтобы хоть как-то прожить, прокормиться Потому что ни денег, ничего нету Им конечно помогают наши волонтеры Мои знакомые волонтеры этим занимаются вплотную Если у вас есть какая-то возможность, допустим Или с России, или с Украины, или с ЛДНР И вы хотите помочь этим людям То без проблем обращайтесь опять же в личку Я расскажу, что как сделать И я отчитаюсь перед вами за каждую вашу помощь Которая будет вами оказана в видео формате Специально сниму, как это будет все передано Что куплено и что передано людям Не забывайте оставаться всегда людьми Вы полмашины поменяли А то, что я всегда объяснял Ищите причину-следственную связь Вы абсолютно никак не обратили на нее внимание Итак, давайте разбираться в чем проблема Вам сняли старые колеса Перекинули резину И поставили вам колеса обратно Что произошло с вашими колесами Первое, от чего машина будет так прыгать и вести себя Это не из-за саленблоков Не из-за амортизаторов Это будет вести по той причине Что у вас неправильно установлены колеса Друзья мои, удивляетесь, что неправильно можно установить колеса? Конечно, колеса можно установить без отцентровки То есть на некоторых автомобилях существуют такие вещи Когда, допустим, диск нормально не садится То есть на диске отверстие центральное больше, допустим Чем посадочное на ступице И там специальные втулки переходные, пластиковые На некоторых автомобилях это применяется Если этих втулок нет Тогда правильно нужно закручивать колеса Равномерно, на поднятом, проворачивая То есть равномерно То есть самое главное, чтобы не получилось смещение колеса Очень частая проблема у многих Это неправильно установленное колесо То есть колесо имеет смещение относительно ступицы Получается, что колесо смещено То есть вот вы поставили Относительно ступицы И оно немножко имеет смещение У вас получается дисбаланс И вот такое ощущение будет делать То есть, если вы поменяли, переобулись, вам неправильно поставили, вот у вас результат. Это первый вариант. Второй вариант, неправильная балансировка, то есть дисбаланс. Дисбаланс колеса, конечно же, будет приводить к таким же последствиям. Если вы балансировали несколько раз колеса, то тут, конечно, уже надо это отпустить. Но учитывайте то, что колесо балансируется на станке через центральное отверстие, то есть зажимается станок непосредственно балансировочно через центральное отверстие. А если у вас нет нормальной посадки на центральное отверстие, есть смещение какое-то, есть возможность смещения, и затянули неправильно, вот вам биение, вот и приехали. Будет биение. Третий еще случай, который может быть. Когда вам снимали колесо, возможно, каким-то образом у вас отошел немножко тормозной диск. Он на некоторых автомобилях, у него есть свободное такое перемещение, то есть он по центральной поступице, по самой, немножко может сдвинуться. Но под ним часто бывает ржавчина. Эта ржавчина засыпалась между ступицей и тормозным диском. Потом вы зажали колесо на место и получили естественное смещение. Там будет очень маленькое, а на колесе, допустим, там будет полмиллиметра, а на колесе уже будет 2-3 миллиметра. Это много. И появится биение. Друзья мои, эти вещи тоже нужно проверять. То есть нужно снять суппорт, нужно снять диск, сделать зачистку ступицы, чтобы она была чистенькая абсолютно. То есть щеточкой металлической все это почистить. Также почистить тормозной диск, посадить на место его и потом собрать все. Я думаю, что эта проблема отпадет. Еще один вариант, который очень часто случался у многих, это фиксаторный болт, который фиксирует тормозной диск. Вы наверняка знаете, когда тормозной диск устанавливается, на некоторых автомобилях специально есть такой один болтик фиксаторный, чтобы якобы этот диск никуда не делся. И некоторые откручивают этот болт, точнее винт, потому что он без гайки идет, выкручивают этот винт, но до конца его не закручивают. А он должен идти в потай. То есть его шляпка не должна выступать за пределы посадочного места именно самого диска колеса. А люди не дожали и получили результат, что потом ставят колесо, колесо упирается на этот винт и в результате дает тоже дисбаланс. Вот эти основные моменты, почему у вас происходит биение. Я думаю, что после просмотра этого видеоролика вы легко справитесь с этой проблемой. Она очень легко решаемая, просто вы не знали, в какую сторону смотреть и где копать. Надеюсь, друзья, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. На этот канал в YouTube, а также на мой канал в Дзене. Вот QR-код. На него направляйте камеру своего мобильного телефона или планшета. Переходите по ссылочке, подписывайтесь. Если вы смотрите меня с планшета или с мобильного телефона, то под этим видео в описании будет также ссылочка на мой канал в Дзене. Переходите на нее и обязательно подпишитесь на случай непредвиденных ситуаций, чтобы мы всегда с вами оставались на связи. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!